Телевизионная воскресная школа В сегодняшний воскресный день, первое воскресенье после Дня Святой Троицы, Святая Церковь совершает празднование, которое носит название «Неделя всех святых от века Бога угодивших». В этот день также совершается заговенье на Петров пост. Это означает, что уже на следующий день с понедельника начнется пост, который продлится до праздника святых апостолов Петра и Павла до 12 июля. Иисус Христос Иисус Христос Рассказывает нам о тех событиях, которые произошли сразу после крещения Господа Иисуса Христа в Иордане. В этом евангельском повествовании мы снова встречаемся с символизмом, которому прибегает апостол и евангелист Марк. Очень краткое повествование о событиях, произошедших после крещения. Господь удалился в пустыню, постился там 40 дней, был со зверями, был искушаем сатаною, и ангелы служили ему. Ну, во-первых, Господь постился 40 дней. Для человека осведомленного сразу возникают параллели с 40-летним путешествием народа израильского. Дело в том, что когда пророк Моисей и брат его, первосвященник Аарон, вывели израильский народ из египетского плена, они не сразу вошли во святую землю. Подребовалось 40 лет для того, чтобы израильский народ сформировался как народ Божий с своим религиозным и духовным самосознанием. Вот это число 40, 40 лет и 40 дней подготовки. С ним мы сталкиваемся в этом повествовании. Далее апостол Марк приводит очень интересные свидетельства. Господь был искушаем сатаною, был со зверями, и ангелы служили ему. Для человека, хорошо знакомого со священным писанием, это повествование напоминает ни о чем другом, как о пребывании первого человека, Адама, в раю. Как нам повествует книга Бытие, 2 глава, после своего сотворения Богом, Адам жил в раю, царствуя над всем творением. Моисей повествует, что к нему подходили животные все, и он нарекал им имена. Далее священное писание повествует, что Адам ежедневно беседовал с Богом, а это удел ангелов. То есть Адам, первозданный человек, в своем райском состоянии был равноангелом, вел ангельский духовный образ жизни. Вот на это указывает апостол и евангелист Марк в своем повествовании. Он представляет Христа, как новое творение, нового человека, нового Адама. «Адаму в раю был заповедан пост. Господь повелел, чтобы он не вкушал от дерева познания добра и зла, воздержания от вкушения плодов. Это и есть пост. Так же и Господь постился 40 дней в пустыне. «Был искушаем сатаною Адам, но не выдержал этого искушения, нарушил заповедь Божию, за что и был изгнан из рая». В повествовании же апостола и евангелиста Марка «Господь тоже искушаем сатаною, но он выдерживает эти искушения, тем самым себя являет новым Адамом, уже не побежденным, но победителем». Таким образом, святой апостол и евангелист Марк опять рисует нам некоторую словесную символическую икону. Каждое слово здесь исполнено символизмом. Мы видим Господа нашего Иисуса Христа, постящимся, победившим искушения сатаны и пребывающего, как некогда Адам в раю, царствуя со зверями, и ангелы служат ему. В этом повествовании содержится и очень важный для нас нравственный смысл. Господь, перед тем, как выйти на свое общественное служение и проповедь, постится 40 дней. Если для Бога человека, для Господа Иисуса Христа потребовалось 40 дней поста, чтобы подготовиться, то тем более для нас, людей, грешных, окруженных суетой, мирскими заботами, различными склоками, ошибками, грехами, для нас особенно необходим пост. Пост. Этим постом Господь дает нам очень важный пример и образец, что именно постом, а также пребыванием с ангелами, то есть молитвой, можно отразить искушение сатаны. В завершение нашей сегодняшней программы мы предоставляем слово про теорию Роману Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Рубрика о вере и жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители, добрый день, братья и сестры. Часто священнику приходится освещать квартиру, офис, предприятие. И, понятно, желание людей выразить свою надежду на Господа, это радует. Но когда заводишь разговор об том, что вообще-то это не все, что мы сделали пред Богом, и что для нас важно, и то, что мы хотим получить, мы обрели на пользу, что есть еще такие средства, как молитва сердечная, ежедневная, как пребывание в храме регулярное, как тайство церковное. И вот когда начинаешь об этом заводить речь, иногда просто физически ощущает, как скучнеет собеседник, как он тебя пропускает, это как-то мимо ушей. Для него это не очень интересно. Вот об этом сегодня хотелось сказать несколько, некоторые соображения. Понятно, что нам хочется как бы побыстрее да полегче. Естественно, это человеческая природа, чтобы меньше полагать усилий, меньше времени. Ну, вот понятно, что человеку легче поставить несколько десятков свечей, пожертвовать энную сумму финансового благостроения, благосостояния храма. Это понятно, но ведь спора нет, это тоже Богом приемлется. И действительно часто себе приходится ловить на том, чтобы, ну, когда человек это делает вот так, широким жестом, и некоторые осуждают людей за это в храме, что он это делает хотя бы, другие этого не делают. Поэтому, конечно, хочется и здесь, как говорится, чтобы Господь воздал человеку, может быть, вот и таким образом выражающего свое какое-то желание и отношение к нему. Но почему все же этого недостаточно? Мне думается, что вот эти средства, как молитва, пост, пребывание в храме, таинства церковные, ну, конечно, они, как и все, мы должны осознавать, приближают нас к Богу, к источнику, собственно, всех благ, доказывают ему нашу верность. А вот именно через терпение, когда я проложил усилия, когда не сделал какое-то единовременное деяние, а почему ты мне не дал с таким недоумением находится человек? Я вот это сделал, а он мне не дал. Вот когда я прилагаю усилия, все-таки доверяю Богу, вот верность своему доверяю, подтверждаю терпением. Вот. Но еще, мне кажется, что с другой стороны, для нас самих это важно. Вот здесь корка у нас греховная. Ее надо пробить, ее нужно сломать, и нужно, чтобы сердце у нас стало мягким, податливым. Для чего? Для принятия благодати Божьей в том числе, для его даров. Вот. Господь и предлагает нам помощь свою бы, а мы, грешные, ограниченные, эгоистичные, часто вот из-за этого не можем принять в полной мере. Вот. Конечно, здесь еще это к тому должно привести, эти все средства, о которых я говорил, молитв нашей духовной жизни. Потому что мы постарались достичь очень важной цели – возлюбить Отца Небесного. А любовь-то она часто бескорыстна. Чаще всего она бескорыстна. Она истинная любовь такова. Поэтому и помогают мне как раз, прося в Бога, знать, что Он меня любит. И даже если Он мне не даст то, что сейчас мне очень хочется, значит, Ему виднее. Не потому, что Он жесткий, не потому, что Он суровый ко мне, потому что Он знает, что мне нужно, когда. И со смирением как раз я могу произнести постараться эти слова с верой. Да будет воля Твоя. И все это, конечно, дается через вот труды наши, постоянные труды, устроение духовной жизни в целом, не эпизодически. И, конечно, понимать, о чем мы просим. И когда мы получаем, с какой целью. Чтобы для нас это было в пользу, нам и ближним нашим, конечно, об этом думать. И чтобы это было поводом как раз для того, чтобы мы с вами прославляли того, кто нам предуготовил, как говорит апостол, не видал того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что уготовил Бог любящим его. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Но мы не прощаемся с вами и в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Хотим напомнить, что в следующее воскресенье мы совершаем празднование, которое носит название Рождество Честного Славного Пророка, Претечи и Крестителя Господня Иоанна. Также с понедельника начинается Петров пост, который продлится до праздника святых апостолов Петра и Павла до 12 июля. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова